МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второй год на территории Украины работает проект «Еда на каждый день». Сотрудники ассоциации «Мануил» идут в ромские поселения, где местные жители в большинстве своем безграмотны. Их девушки в 15 лет уже имеют по несколько детей, юноши не умеют работать и не имеют ни малейшего шанса прокормить себя и свои семьи. Алкоголизм, преступность, болезни и высокая смертность – вот что является нормой для этих людей. Цель проекта «Еда на каждый день» – обучить местных жителей правильно обрабатывать землю, садить семена и собирать большой урожай, чтобы их дети не голодали. В прошлом году в проекте участвовали жители семи ромских поселений. Этой весной количество семей, желающих учиться и работать, выросло вдвое. Чтобы кормить одного ребенка на протяжении года, его родители должны вложить в землю всего около 25 долларов, но даже этих денег у них нет. Не пропустите свое участие в жизни этих детей. Средства, собранные в результате акции, помогут обработать и засадить более 20 гектаров земли, собрать и сохранить урожай для более чем 150 многодетных семей, а это около 1 тысячи детей. Именно ваша помощь может навсегда изменить судьбу одного ребенка. Галина Юрьевна, всем нам известно желание и стремление многих представителей ромской национальности просить у людей деньги, и они почему-то большинство ассоциируются именно с этим, с так называемым попрошайничеством. Вы когда туда ездите, я так понимаю, вы наличку туда не раздаете, а у вас немножко другая стратегия, вы там семена раздаете, я так понял, вместо налички. Как они это воспринимают? В общем-то, в прошлом году мы сделали... Не разочаровались ли они в такой благотворительности? Нет. Вообще, в общем-то, люди, которые находятся там, и которые хотят что-то менять в своей жизни, они благодарны за то, что мы не приносим им еду, а приносим им знания и даем им удочку, на которой ловить рыбу. И в прошлом году мы начали это все. Я помню, в общем, год назад был первый наш эфир, и мы разговаривали о понятии ром и лопата, ром и земля, как они могут обрабатывать землю, а не кочевники. Но вместе с тем, прошлый год показал, что могут, показал нам и показал им. Как это было? Алгоритм какой был? Вы приезжали в табор, начинали общаться, или вы с бароном начинали беседу? Мы работаем там не только по обработке земли, мы работаем с детьми, нас знают. То есть контакт был налажен уже ранее? Да, нас знают, мы их знаем тоже, поэтому не было сложно. Просто мы проговариваем с руководителями.